Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу событий в студии Марина Локтева. Чем запомнится гражданам эта неделя, что произошло и как повлияло на жителей. Смотрите сегодня в выпуске. Убийство врача. Кто совершил дерзкое преступление? Жизнь спасена. Сколько детей оставлено в бэби-боксах? Против течения. Как малый бизнес выживает в России? В среду жители нашего города встревожила новость о том, что в своем кабинете была убита врач-стоматолог. Армавирцы выдвигали свои версии произошедшего и обсуждали, кому могла перейти дорогу убитая женщина. Все подробности этого громкого преступления узнала наша съемочная группа. Следствием установлено, что 16 июля приблизительно в 17.30 вечера по этим ступенькам в здание поднялся мужчина. Он зашел в кабинет врача и нанес стоматологу множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте. Следственным отделом по городу Армавиру возбуждено дело по статье «Убийство». В качестве возможных мотивов преступления сотрудники правоохранительных органов рассматривают как профессиональную деятельность убитой, так и возможные конфликты на бытовой почве. По этим и другим версиям идет работа. Пациенты, которые находились непосредственно в клинике, видели, как непосредственно в кабинет к врачу прошел мужчина. Через некоторое время вышел и через несколько минут один из посетителей просто решил поинтересоваться у врача, можно ли ему зайти. Вошел в кабинет и обнаружил круг женщины. Следователи работают со свидетелями. В состав опергруппы вошли специалисты из Краснодара. Уже составлен предполагаемый фоторобот-убийцы. Но пока все факты в интересах следствия не разглашаются. На данный момент двери стоматологического кабинета Панацея опечатаны, а у входа прикреплен траурный букет гвозди. Следователи ведут оперативную работу по розыску убийцы. Лариса Игровская, Артур Карджинян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Ест с аппетитом, не капризничает и без слез идет на руки к медикам. 13 июля в Армавирском бэби-боксе оставили младенца. Ребенка приняла дежурная медсестра. Сейчас малыш находится в педиатрическом отделении детской городской больницы. Ирина Рухлядко узнала о состоянии его здоровья, об обстоятельствах случившегося и отношении врачей к подобным ситуациям. Любовь Сарцилина, медсестра приемного покоя, хорошо помнит субботнюю ночь. Все произошло во время ее дежурства. От заполнения рабочего журнала отвлек особый звук. Сработал бэби-бокс. На мониторе, который выведен в кабинет, загорелись красные лампочки. Пошел сигнал, и любовь увидела малыша. Я вторая, да, приемная мама. Первая у нас. Другая медсестра была на ее смене. Это на моей смене случилось. Ощущение тревоги. Ну это уже потом эмоции были. Сплеск эмоций какой-то был. Ну уже потом. Сразу отдали все, смотрели здоровенький все. Даже домой хотелось забрать. Больше ничего. Сейчас малыш находится в педиатрическом отделении детской больницы в палате для тех, кто остался без попечения родителей. Уже сделаны общие анализы. Мальчик абсолютно здоров. Медики предполагают, что ребенку не больше месяца. Его рост 54 сантиметра. Весит он почти 4,5 килограмма. Медсестры окружают его заботой и вниманием. Кормим каждые 3 часа. Это 8 раз в сутки мы его кормим. По характеру ребенок очень спокойный, не капризный. Абсолютно спокойно идет ко всем на руки. Стараемся больше подарить любви, ласки и тепла. Специальное устройство для приема нежеланных новорожденных в нашем городе установили 2 года назад. Это второй случай в Армавире, когда ребенка оставляют в боби-боксе. Первый был зимой 2011-го. Среди горожан обсуждение подобных историй. Чаще всего сводится к осуждению нерадивых матерей. А вот медики таким женщинам благодарны и говорят спасибо за то, что сохраняют малышам жизнь. Ребенок был оставлен с вещами, с банкой смеси, несмотря на то, что у нас все есть, и с какими-то лекарствами. То есть она подумала о том, что вдруг больницы нет, ее ребенок не должен ни в чем нуждаться. То есть это говорит очень о серьезном. Ну и кроме того, она оставила информацию, что ребенка зовут Руслан. К сожалению, случаются разные жизненные ситуации, когда у женщины не остается выбора. Она принимает такое очень серьезное решение ставить ребенка. И хорошо, что существует боби-бокс, они позволяют сохранить ребенку жизнь. И передать его в семью, где он может вырасти, стать полноценным гражданином нашей страны. По предварительным данным, Руслан в городской больнице пробудет около месяца, а после его судьбой займется отдел опеки. Практика показывает, что новорожденных устанавливают в короткие сроки. Например, у малыша, которого оставили в боксе зимой 2011-го, новые родители появились уже через месяц. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. 16 дней без газа. Через настоящее испытание пришлось пройти жильцам дома номер 61 по улице Чечерина. Почему 9 квартир остались без голубого топлива и чем закончилась эта история, расскажет Алена Безовчук. Нет газа. Нет. К тому, что во всем доме не будет горячей воды, Зинаида Беляшова была готова. Но вот когда пропал и газ, женщина сначала удивилась, а потом узнала, что ни одна вынуждена обходиться кипятильником, электрическим чайником. Голубое топливо исчезло сразу в 9 квартирах. Произошло это 3 июля, когда сотрудники Армавир Горгаза проводили плановые работы по техническому обслуживанию. Дошли до 6 квартиры на первом этаже, а там оказывается новый человек, который купил квартиру. Все поменял планировку, гипсокартоном заложил вообще газовые трубы, кран, доступа нет туда. Сам хозяин квартиры по этому адресу не живет, а сдает квадратные метры в аренду. Съемщиков дома не оказалось, а соседи не знают ни телефона, ни адреса собственника. Он встречался с жильцами только один раз и поставил условия. Теперь говорят, что мы все должны, жильцы, платить этот штраф. С какой стати? Мы что-нибудь нарушили? Мы себя плохо ведем? Или мы, может быть, кого-то оскорбили, кого-то унизили, что нас теперь вот так наказывают? Заместителем управляющей компании номер один, который и занимается обслуживанием дома, мы связались по телефону. От комментариев он отказался. Информацию я вам давать не буду, мне запретили давать интервью. Почему? Потому что авторгаз будет. Вот у меня письмо из него лежит, гарантийное. Документ, о котором говорят в управляющей компании, гарантийное письмо. В нем указана дата подачи газа. Наша телекомпания, Армавир Гургаз, предоставила комментарий в письменном виде. В этом письме обозначены причины отключения. Это была вынужденная мера, чтобы не допустить аварийной ситуации, а также принятые меры. Учитывая, что из-за халатного отношения и несоблюдения правил пользования газом в быту собственникам квартиры номер 6 страдают жители еще 8 квартир, работниками Армавир Гургаза оперативно подготовлены технические условия, выполнен проект и вынос газопровода. На 19 июля 2013 года планируется врезка и пуск газа. Алена Бзовчук, Сергей Белов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Платят за бесплатную парковку добровольно, регулярно. Как бы абсурдно это ни звучало, но так поступают некоторые армавирцы, которые ищут место для своего автомобиля в час пику центрального рынка города. Сила привычки или незнания своих прав. Наш следующий сюжет о великих комбинаторах века прошлого и нынешнего. Параллели провела Алена Безовчук. Приобретайте билеты! Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек! Пятигорск, 20 век. Герой Ильфа и Петрова Остап Бендер за вход в открытый для всех провал продает туристам билеты на капитальный ремонт достопримечательности, чтобы не сильно провалился. Армавир, век 21, центральный рынок. Знакомая картина. За бесплатную парковку великие комбинаторы предлагают заплатить. Одни наотрез отказываются выкладывать деньги, другие отдают от 10 до 50 рублей, чтобы спокойнее было. 10 рублей они берут. 10 рублей за все время, пока вы ходите по рынку? Да. Ну как вы считаете, это правильно или нет, и почему? Ну вроде бы закон вышел уже, что парковок платных нету-то. Но люди старые пускают, если я ушел, машина смотрит за ней. Такие предприниматели в Армавире работают давно. Наша телекомпания уже не раз рассказывала об их деятельности. Это запись 2011 года. На кадрах все та же женщина. Она указывает, куда ставить авто. Другие парковщики заверяют, что это частная собственность. А ты куда приехал? Смотреть стоянки здесь. Ну вот за 130 рублей она стоит. Ну водить, трава ничего нельзя, частная собственность. Какая частная собственность? Покажи документ на частную собственность. Ну я сторожен, я не хозяин. За это время ничего не изменилось. Ведь фактически административного правонарушения здесь нет. Человек добровольно отдает деньги за то, чтобы его машину охраняли. Полицейские только могут поймать за руку парковщика и выписать штраф до 2000 рублей. Такие предприниматели, как говорится, работают на дурачка. Тот, кто знает свои права, никогда не платит. И пока одни жители улицы Фрунзе делают бизнес, другие борются с неудобствами. Из-за постоянного скопления машин авто под своими окнами припарковать проблематично. Постоянно неудобства создаются. Из-за того, что, допустим, поставить машину, я не могу во двор к себе заехать. Из-за того, что рынок и все остальное. Парковочные места на улицах вблизи центрального рынка бесплатны для всех автовладельцев. В этом году по краевой программе капитального ремонта дорог Армавиру выделено 100 миллионов рублей. На улице Мира демонтаж торговых ларьков и обустройство новых парковочных мест обошлись 23 миллиона. Сносятся все временные строения, которые здесь, для того, чтобы расширить улицу, сделать парковочные места. С этого года приоритет в реконструкции всех улиц – это создание парковочных мест. Также теперь можно оставлять машины и с левой стороны улицы Халтурина. Раньше там висел знак «Стоянка запрещена». Но это не избавило город от тех, кто всегда действует по правилу «Паркуйся, как хочу». Алина Бзовчук, Евгений Халмацкий, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Скорая семейная помощь вновь на выезде. Специалисты спешат туда, где люди попали в трудную жизненную ситуацию. Родители – алкоголики. Вот причина, по которой дети попадают в реабилитационные центры. Своевременные контроли, поддержка со стороны служб помогают многим вернуть утраченный смысл жизни. В этом убедилась наша съемочная группа, побывав в одном из рейдов. Чуть-чуть перестановку сделала. В основном только детскую делала. Оксана Бурмистрова показывает побеленный потолок и новенькие обои. Муж Андрей в постоянных командировках, поэтому ремонт приходится делать самостоятельно. В углу аккуратно расставлены баночки с заготовками на зиму. Она подготовилась к тому моменту, когда из реабилитационного центра «Улыбка» вернутся ее дети. Дома двух братиков и сестричку ждет младшенький Кирюша. Сложной жизненной ситуацией, в которую попала многодетная семья, стал ипотечный кредит. Начала выпивать, скажем откровенно, да, правда. Вот, получилась стрессовая ситуация. С администрацией судились, не получилось, они нам ипотеку так и не выплатили. И вот так вот все закрутилось, завертелось. Сколько судились, сколько в Краснодар ездили, так и не получилось. Вот на нервной почве вот это вот все, и с мужем начали ругаться, тут скандалы, вот все из-за этого. Потому что кредит этот огромный, за вот это жилье платим. В ситуацию вмешались специалисты управления по вопросам семьи и детства. Ребятишек временно переселили в реабилитационный центр. Подобная ситуация помогла родителям расставить приоритеты. Сейчас исправились, осознали все. Потому что живем-то ради детей, для чего их рожать. Сейчас Оксана и Андрей ждут возвращения детей, чтобы всем вместе поехать на море. Специалисты управления тем временем помогают оформить документы на место в детском саду для Кирилла. Семьи, в которых мы побывали, они действительно идут на исправление. Они получили определенный урок, то есть они сделали определенные выводы. И, соответственно, я думаю, что повтор ситуации отобрания детей в данных семьях не повторится. Общежитие кирпичного завода. Здесь живет Елена Шевцова. За ее благополучие специалисты борются не один год. Ну, наверное, неправильно себя вела как-то в жизни, по жизни. Главной ошибкой является все та же страсть к спиртным напиткам. По этой причине пятилетняя дочь Елены Олеся живет в реабилитационном центре. Елена Васильевна, так же, как и многие, стала заложницей пагубной привычки. Считает, что в любой момент может остановиться. Постоянный контроль со стороны специалистов позволяет вовремя бить тревогу. Чаще всего семьи не говорят и не понимают о том, что с данной проблемой им не справиться самостоятельно. Они считают, что это не проблема, что это всего лишь их образ, времяпрепровождение свободного. Самое главное для них, самое важное, это именно контроль, это именно выезды, потому что они понимают, что их будут контролировать. Сейчас Елена старается держать себя в руках. Она отличный работник. На хлебопекарне, где трудится, может выдавать двойную норму. Держится подальше от спиртного и ждет дочку. В комнате также новенькие обои. На полочке аккуратно расставлены игрушки. Управление по вопросам семьи и детства внимательно отнеслось к моей проблеме, ситуации. Помогли. Спасибо большое. Давали мне время, собственно, чтобы понять мою ситуацию, в которую я попала. Помогли с садиком, место в садик. Мне дали путевку. В принципе, уже можно определять ребенка. Динамика положительная и ребенок вскоре вернется в семью. А скорая семейная помощь спешит по новому адресу. Лариса Юровская, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «События». Увидимся после короткой рекламной паузы.